Существование одного из крупнейших естественных водоемов Махачкалы под вопросом живописные пейзажи озера Агель, бывшего всегда визитной карточкой столицы Дагестана, могут безвозвратно уйти в прошлое. Экологические проблемы, копившиеся годами, поставили водоем на грань выживания. Что делается для того, чтобы не произошло непоправимое, узнавала наш корреспондент Луиза Раджабова. Чтобы посмотреть, каким было озеро Агель, маленькую Еву сегодня привели в музей города Махачкалы. То, что озеро на картине художника еще не окружено бетонными джунглями, девочке верится с трудом. Мертвые толстолобики, карпы и сазаны – это уже печальная картина нынешней действительности. Итог варварского отношения к природе, халатности и ненасытности взрослых. Водная жемчужина города превращается в мертвое море. Рыба как будто пытается безуспешно уплыть прочь из когда-то родной стихии. Ведь чистые воды остались теперь только в памяти и на холсте. Я помню, что озеро у нас доходило буквально до Балясин. И в такую ветреную погоду, практически там иногда даже до музея, от таких больших волн мы могли наблюдать брызги. Только человек мог сделать так, что озеро, которое, в общем-то, по факту в природе бывает круглым, а круглым, оно сейчас у нас, если смотреть вид сверху, оно стало прямоугольным. То есть оно обрело угол. Когда-то с пустым садком отсюда никто не уходил. Сегодня вместо рыбаков свои железобетонные сети кидают в застройщики. Во многом благодаря им единственный чистый источник – обновление воды в озере. Река Толгинка оказалась засыпана. Потому и рыбаку со стажем Алибеку здесь ловить теперь нечего. Максимум, что попадается на крючок – мусор датино. Вот вы видите, посмотрите вот туда, это уровень воды, которая была здесь. Вот это видно кое-что. А сейчас почти на два метра ушло вода. Воду очищал фильтр. Там мощный природный фильтр, камыш. Он очищает воду. Здесь типа мидии есть ракушки крупные. Они все тоже погибли. За последние два десятка лет площадь озера сократилась почти в два раза. Распроданной оказалась не только прилегающая территория, но и само зеркало водной глади. Часть озера, которую планировали осушить. Оказалось, что по букве закона озера здесь будто бы и не было. Включить водоел в федеральный реестр водных объектов удалось только в прошлом году. По словам министра природных ресурсов, на сегодняшний день для решения проблемы очистки и восстановления озера необходимо около 24 миллионов рублей. Если мы направляем туда канализационные стоки и ставим туда очистные сооружения и будем подпитывать озеро Агель в день 100 кубов воды будем направлять, то приблизительно на это нам надо 24 миллиона рублей для того, чтобы установить очистные сооружения. Если мы будем направлять трубу канала Октябрьской революции, то сегодня мы считали 7 километров трубу надо туда провести. Вот мы почему определили саму границу озера, потому что не было границы озера, спокойно можно было засыпать. И кроме этого, когда мы взялись за это озеро Агель, вот эта водная гладь есть сегодня, она была распределена полностью под земельные участки. Там были катастроевые номера по строительству домов. Полностью озеро? Полностью вот это озеро. Не как водный объект, а как земельный участок распределяли. Потому что он не был в водном реестре Российской Федерации. Мы, Министерство природных ресурсов и экологии, включили его туда. В прошлом году мы его включили туда. Вот представьте, в центре города озера... До прошлого года она не была зарегистрирована? Не была зарегистрирована в водном реестре Российской Федерации. И в течение 20 лет его засыпали, 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 выдавали разрешение с администрации по строительству домов. Агель – живописная картина наяву или большая лужа с нарушенным экологическим балансом и туманными перспективами? Как же так получилось, что уникальный природный объект теперь на грани исчезновения? Неужели он останется для будущих поколений только пятном на старой карте или образом на картине в музее? Вопрос по-прежнему открытый. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Мусас Салгиреев. Новости ННТ. Махачкала.